Ветераны рисовали войну. Юбилейная выставка рисунков, графики и живописи «75 лет битвы под Москвой» открылась в Щёлковской художественной галерее. Представлена уникальная работа участников Великой Отечественной войны из разных мест. Михаил Иванов воевал под Нарофоминском, в детстве оказался в оккупации. Его картины повествуют о сожжённых дотлах немцами деревнях, угнанных в фашистские концлагеря военнопленных. Художник Виктор Титов курсантом защищал Москву под Рязанью. О событиях военных лет рассказывают его фронтовые зарисовки и записи из полевого дневника. Перед нами работа Виктора Титова «Прощание». Художник участвовал в боях под Рязанью. Сегодня его работы представлены в Щёлковской художественной галерее, наряду с другими авторами, жителями Щёлковского района. В одном ряду размещены работы из фонда в Щёлковской галерее, серия графики «Женщины в годы войны» заслуженного художника РСФСР Ирины Воробьёвой, заслуженных художников России Германа Безукладникова, Петра Литвинского, карандашные зарисовки фронтовиков Бойкова и Денисова. Годощине сражений под Москвой галерея выставила копии документов из архивов Щёлковского ополчения. Автор этого собрания – краевед Георгий Ровенский. Орденом Красного Знамени, выше которого только орден Ленина, в первые 30 дней Великой Отечественной награждены три героя Советского Союза. Один из Фрианова, другой из Краснознаменского посёлка. Точное месторождение третьего краеведам ещё предстоит узнать. «При отступлении, которое были вот эти семь дней, редко кого награждали, хотя там именно и было множество героев. Те, которые говорили, ребята, мы задержимся здесь, а вы отступайте дальше, окапывайтесь и так далее. И каждый раз, когда немцы проходили дальше, каждый раз находились новые герои, и опять повторялась эта же история, зацепиться за что-то, подзадержать их чуть-чуть. И семь дней это немало было. Вот почему и Симонов, который через год после этой битвы и написал о том, что то, что для них казалось неудачей, оказалось громадным успехом, поскольку задержали на семь дней и дали возможность прибыть в новом подкреплении». Игорь Лаврентьевич Бурмистров исследовал подвиг военных разведчиков на Западном фронте. В составе 33-й армии, которой командовал генерал Ефремов, в 41-м году наши солдаты и офицеры до конца держали натиск профессионально обученной немецкой армии. «В этой армии было 4 дивизии народного ополчения. И в каждой дивизии только офицерского корпуса военных разведчиков из числа народного ополчения было до 70%. И, к сожалению, они все сложили голову под школой». Открытие выставки проходило при большом скоплении школьников. Преподнесенные ими ветеранам цветы стали символом памяти поколений. «Вот эти цветы, которые взяты от детей, положили возложить 24-го числа в памятнику в городе Нарапаминск, куда Совет ветеранов едет». «Спасибо всем тем, кто рассказывает школьникам о том, что тогда происходило. Если мы забудем историю, мы тогда будем не понимать, что сегодня вот эти молодые ребята, юноши, девушки, они тоже должны стать частью истории нашей страны и частью истории Щелковской земли». Заслуженный художник России, директор Щелковской художественной галереи Александр Беглов поблагодарил Союз художников Подмосковья за участие. Он подчеркнул, с каждым годом подобные темы все труднее освещать, уходят из жизни авторы полотен, но остаются их картины, наполненные глубоким смыслом и переживаниями. О значении темы патриотизма говорит и то, что в день открытия выставку осмотрел депутат Госдумы от Щелковского района Сергей Жигарев. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».